Как и было раньше, как и месяц, и два, и три назад, понимания 100% еще нет. Свои вопросы, они одними из самых первых, что с подсолнечком, что со свеклой они решают. Данная культура в Липецком области составляла всего лишь 50 тысяч гектар по Липецком области. А сейчас сколько? Сейчас она составляет 150 тысяч. При большой концентрации бактерий по-любому будет заболевание. Не смотреть в брошюрку или верить им обещаниям, что где-то она там 4 тонны дала. Привет, это Агроменеджер, и вы смотрите ставшую уже постоянную рубрику по трендам. Мы в тренде, и мы не трендим. И если со мной рядом Артем, значит что? Сегодня будем разговаривать о семенах. Привет, Артем. Привет, привет. Да, привет. У нас с тобой по традиции всегда мы выбираем три основные темы. И в этот раз я опять тебя спрашиваю, три основные темы, о чем мы сегодня говорим. Ты ее спрашиваешь? Ну, я надеюсь, на нас больше ничего не упадет, поэтому вопрос в следующем. Смотри, мы всегда с тобой выбираем либо три темы, либо три культуры, которые потом последовательно разбираем. Вот вопрос стандартный. Какие три культуры в этот раз мы будем с тобой обсуждать? Сегодня, Илья, я предлагаю тебе все-таки не три темы рассмотреть, а более сконцентрированно проговорить про одну тему. Ранее мы с тобой обсуждали темы, касаемые семен подсолнечника. Сейчас уже картина начинает вырисовываться, и у нас уже есть некоторое понимание. Допустим, Министерство сельского хозяйства по Краснодарскому краю на днях буквально озвучило то, что данный регион полностью обеспечен семенами подсолнечника. Согласен. Именно как раз эта новость и прошла с ЮХАГРа, то, что отчитали, что есть. Что в центре? Ну, в центре, я так понимаю, что все до сих пор чего-то ждут и надеются на какие-то обещания. Да и есть по-разному люди, у всех разный подход. Слушай, ну на ЮХАГРа были же и западные компании. Вот они что-то предоставили уже, готовые пакеты, или только обещания? Как и было раньше, как и месяц, и два, и три назад, понимания стопроцентного еще нет. До сих пор еще некоторые компании не предоставили прайса даже на свои продукции. Ну, тогда смысл повторять одно и то же, значит, подсолнечник мы закрываем. Что еще было бы нам актуально и интересно? Вторая тема, которую можно было бы озвучить, это не так давно прошел у нас день работника... Свеклосеющей сахарной промышленности, правильно? Верно. А, соответственно, ты хотел поговорить о сахарной свекле, но я думаю, что сейчас, на самом деле, еще рано. Во-первых, продолжается уборка, во-вторых, с семенами, но свекла у нас, получается, в основном, она же в холдингах, правильно? Холдинги давно свои вопросы, они одними из самых первых, что с подсолнечком, что со свеклой они решают. Тогда вопрос, какую тогда одну тему мы будем сегодня обсуждать или все, пора уже выпуск закануть. Итак, сегодня хотел бы, наверное, обсудить кратко по урожайности рапса, потому что в этом году мы также побили наши рекорды по Липецкой области. Средняя урожайность по рапсу у нас составила 24,7 центнера, а также хотел поговорить о такой культуре, как соя. Ну да, согласен, мы в прошлый раз коснулись и темы рапса, и темы сои, но не хватит же, допустим, на две культуры одного такого выпуска. Что бы ты выбрал для того, чтобы обсудить сегодня? Ты знаешь, наверное, все-таки соя более актуальна. Слушай, на самом деле, тема сои, она мне и самому интересна, потому что Липецкая область, за которую я отвечаю, она, во-первых, один из передовиков, так сказать, развития соевой промышленности вообще в нашей России. У нас построен крупнейший завод, не знаю, в России или в Европе, как он считается? Наверное, все-таки в России. Наверное, в России по переработке сои. Компания Черкизова вообще большие молодцы, но помимо этого у нас есть еще несколько заводов по переработке. Мы очень сильно прирастаем, и, по-моему, вот не даже соврать, мы рекорд по сбору сои в этом году установили. Да, верно, он составил по отношению к предыдущему году более 6%. Согласен, но опять же, смотри, у нас урожайность, она растет, но если мы берем, допустим, тех же самых соседей, не всех, но урожайность все равно ниже, она достаточно низкая, ну сколько она у нас там, 20-21 центер. Вот почему так и какие основные вот реперные точки ты видишь вообще в возделывании сои? Итак, здесь, наверное, несколько факторов, да, почему стоит говорить о сои, и, наверное, хотелось бы отметить, насколько данная культура ежегодно прирастает по пассивным площадям. Допустим, если взять период буквально 10 лет назад, данная культура в Липецком области составляла всего лишь 50 тысяч гектар по Липецком. А сейчас сколько? Сейчас она составляет 150 тысяч. Насколько я знаю, допустим, не только Липецк, но еще и соседи тот же самый, там Бов сильно прирастает, Орел прирастает. Я знаю, что даже Воронеж стал уже вплотную и достаточных объемов возделать сои. Культура актуальна. Тогда вот в чем вот эти точки, камни, преткновения, которые могут возникнуть сейчас в связи с таким масштабированием? Ну смотри, мы с тобой сказали, то, что ежегодно данная культура прирастает, за счет чего? За то, что приходят, ну скажем так, назовем их новички, которые ранее еще с данной культурой не сталкивались. При этом они еще не имеют достаточного опыта при возделывании данной культуры. За счет этого средняя урожайность по больнице у нас как бы снижается. Согласен, но опять же, если смотреть передовиков, да и все же сталкиваются с одними и теми же проблемами. Вот, допустим, я не хочу говорить каких-то цифр, там 3 проблемы, 5-7 шагов к успеху и всего остального. Вообще, на самом деле, какие проблемы могут быть при возделывании сои? Вот то, что бывает и то, что критически может повлиять на урожайность. Ну ты знаешь, мне кажется, я бы, наверное, отметил со своей стороны несколько факторов. Первое. По-разному все относятся к семенному материалу. Это первое. Некоторые начинают гнаться за урожайностью, при этом нужно понимать, что если потенциал урожайности у сорта больше, соответственно, вегетационный период у него больше. А если мы с вами вспомним, допустим, предыдущий год, когда люди там по 20-30-50% просто рисковали и не могли убрать соль. Ну да, я бы не вспомнил, потому что для соиодов в прошлый год был вообще просто сумасшедший. Да, мы тоже очень сильно пострадали от этого. Что еще? Плюс есть некоторые болезни и вредители, на которых не так сильно и тщательно обращают внимание, как того хотелось бы. Ну, допустим, я могу, наверное, назвать это паутиного клеща, да, в период вегетации, когда у нас в августе температура доходит до достаточно высоких температур, когда стоит сушь более 25 градусов. Согласен, по поводу решения паутиного клеща мы поговорим подальше. Что еще? Допустим, я знаю, в Липецкой области у нас проблемы с бактериозом. Да я думаю, и у соседей тоже, особенно те, кто соя по сои, либо большие пожневные остатки. Ну, как вот с этим обстоитом? Ну, понятно, что бактериозы, ну, либо угловатая пятнистость, то, как ее называют, само по себе говорит о том, что это бактерия. Соответственно, химические фунгициды с ней не в состоянии справиться. Согласен, но смотри, опять же, если мы говорим за химические фунгициды, мы должны рассматривать именно стадию протравки, потому что бактериоз у нас в основном распространение, это прикорневая зона, пожневные остатки и все остальное. То есть, если в вегетацию, мы это обсудим, но сейчас нас интересует именно подготовка семенного материала. Опять же, бытует мнение, что есть сорта, которые устойчивы к данному заболеванию. Покажешь? К сожалению, такого опыта не имеют. Я думаю, что и природную устойчивую гактериозу, она действительно может проявляться в некоторых сортах сои, но говорит о том, что он 100% защищен. Это знаешь, как вот возьми здорового человека, привитого супервакцинами, всем чем угодно, да, и помести там в красную зону ковидную. Через сколько он заболеет? То есть, при большой концентрации бактерий по-любому будет заболевание. Вопрос от степени поражения. Я знаю, что потери обегетариоза могут составить там, по-моему, процентов 60-70 урожая. 70% дают. Но это не кисло, особенно если говорить о деньгах. Тогда вопрос, правильный выбор семенного материала. Второе, ну, допустим, наше, да, что мы можем предложить? Это как раз хорошо проверенное, старое, действующее вещество, условно старое, террам. Ну, круче него по бактериям никто не работает. В нашем, одном из потравителей гераклеона, этот террам содержится. И мы реально эффективно боремся с бактериозом. Но, опять же, химическое, ну, террам не различает. Хорошие бактерии, плохие, он может действовать ухнетающе как раз на бактерии, которые есть в инокулянтах, да и вообще во всей корневой системе. Правильно? Ну, те же самые бронезобие японикум, да, которые в наших есть инокулянтах. То есть, одним лечим, другим калечим. Если у нас, как говорится, есть свидетели того, что инокулянты работают, работают эффективно, что делать? Ты знаешь, в своей практике я встречал биологические фунгициды, но, ты знаешь, практика недостаточно была продолжительная к тому, чтобы на 100% утверждать, что биологические фунгициды... Это уже вегетация. Вегетация, да. Правильно, хорошо. Смотри, но если мы подходим к подготовке семенного материала, ведь обычно, вот чем хорошо, когда завод, как у нас, да, мы у себя проводим отсев, мы можем понять, какие семена, ведь там же одна из агротехнических приемок от чего-то не ручной отбор семян, которые поражены бактериозом, которые не поражены в завод. Вот это может делать, а можешь ли ты это сделать в складе? Допустим, забрал ты сою, тебе ее отгрузили, и ты ее получаешь, а что там внутри этого бигбэга, дай бог, чтобы это хоть бигбэг, можешь это сделать? Не уверен. Поэтому я думаю, что надо обращаться как раз к тем производителям, которые гарантируют качество исходного продукта, тем самым минимизируя риски бактериозов. Если мы уже переходим на то, что у нас в почве, то есть мы взяли крутые семена, что на почве? Поживные остатки, берите биологические разложители стерни, те, которые ее разлагают. Тот же самый наш биокомпозит-деструкт, отличное решение, которое в принципе может избавить, минимизировать, так сказать, эти риски. Если мы поговорили о бактериозе, что еще? Ты сказал, паутинный клещ, а я вот допустим знаю такую вещь, как абортация сои. Слышал ты что-то про это? Да, мне это знакомо. Это когда приходит период достаточно сильной жары, и когда сои для того, чтобы сохранить свои семена, скидывает верхнюю часть яруса, чтобы сохранить нижнюю. Согласен. Ну то есть цветки просто-напросто отбрасывают. Есть решение, в том числе и у щелкового аграхима, это препараты на основе кальция, наш СК-2020, эффективно. Но опять же, невозможно, когда она уже сбрасывает, отработать, чтобы они обратно вернулись. Все надо работать превентивно, но я думаю, что посмотреть прогноз погоды может любой. Так же и с паутинным клещом. Ты же всегда можешь посмотреть прогноз погоды. Ты знаешь, если жара, то клещ придет. Правильно же? Конечно. Плюс 25, плюс сухая погода, как мы с тобой говорили. Я думаю, что нужно просто вслепую выходить и работать. Вот именно вслепую. Потому что, знаешь, есть устоявшееся мое личное мнение, что если ты визуально видишь, что у тебя паутинный клещ, работать уже смысла нет. Ну, либо что там еще у тебя плюс гни, в 7 будет стоять жара. Тогда... Согласен. Но если визуально видишь, если не визуально, если ты видишь, что фактор способствует, значит клещ придет. Ну, хотя бы краевую обработку сделаем. Здесь как раз отличный вариант наш препарат Акарда, сперадиклофен, который работает вообще суперски. Есть более дорогие варианты. Ну, вот если говорить бюджетно, при этом то, что бюджетно, это не значит, что это дешево, это просто потому, что это укладывается, и это экономически оправданно для применения, для вашего бюджета, и при этом эффективность, она на уровне там 100% избавления от клеща, нежели там выдумывать какие-то танцы с бубном, то это получается на шакарно. Если сейчас подводить итоги, что может повлиять на урожай, это мы говорим, это бактериозы, это у нас паутинный клещ, и это абортация. Про сорняки, я думаю... Нет, это не стоит, да. Но все умеют работать. Ладно, хорошо. Но вот здесь вот до этого мы с тобой разговариваем, ты еще говоришь, при подборе сорта важно понимать, какая у тебя агротехника. Вот как твое видение, вот почему важна агротехника и подбор сорта? Потому что нужно понимать, какую задачу мы должны реализовать. Допустим, мы с тобой говорим по подбору сорта. Это либо сумма активных температур, да, кто так называет, либо по дням вегетации, как мы с тобой говорили. То есть, если у нас с тобой стоит задача посеять этой же осенью озимую пшеницу, то, соответственно, необходимо выбирать сорт с наименьшим вегетационным периодом. Согласен. А вот, допустим, смотри, такой вопрос. А почему у нас, допустим, в полете или в портфеле компании так много сортов? В принципе, нашел ты оптимальный сорт и сей его постоянно? Или надо постоянно чередовать, что-то проверять? Какой вообще подход исповедует там наша компания? Или же предлагает такой же подход кому-то другим? Рекомендует какой подход вот у нас? Или это, знаешь, определенной четкой формулы нет. Потому что даже у нас по Липецкой области взять, если юг и север, то подход, он уже достаточно разный. Потому что каждый сорт себя проявляет абсолютно по-разному. То есть надо постоянно испытывать что-то новое. Искать, находить. Какие-то агротехнические приемные. Даже вот есть узкорядный посев, широкорядный. Есть терминантный, есть детерминантные сорта. Те, которые кустятся. Нет. С густотами, с глубиной залегания. Я думаю, что агротехнику мы с тобой бы обсудили в следующий раз. Факт того, что при выборе сорта, вот что самое главное для себя? Не смотреть в брошюрку или верить им обещаниям, что где-то она там 4 тонны дала. Реально надо у себя проверять. Нет, ты знаешь, наши сотрудники, да, компании Щелкограхим могут с легкостью привести достаточно большое количество примеров, ну, условно скажем так, соседа. Потому что наши сорта ссоя уже достаточно давно зарекомендовали себя на нашей земле. Согласен. При этом, я говорю, если верить западным брошюрам, то можешь остаться у разбитого корыта, и ты сам не поймешь, из-за чего это случилось. Поэтому тебе спасибо за такой развернутый разговор о СОИ. Вам пишите в комментариях, какую бы культуру мы могли бы разобрать в следующий раз. Это была рубрика по тренде. Артем, спасибо. Спасибо. Мы в тренде, и мы не трендим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова